О, видите, друзья, я сегодня с вами пришла в Боулинг. Я думала, что здесь он у нас пропал, практически нет никого. А тут народу полно. О, видите, цельная толпа, все будут, все играют. А некоторые даже в костюмах таких пауков, видите, классно. Вот, видите, сегодня у них праздник, что ли, какой-то, или что, я не пойму. Но сегодня у них Боулинг, very busy time. Ну, вот, может быть, школа какая-то пришла, потому что я смотрю, они в каких-то, видите, костюмах специальных. Шумно очень, весело. Слава тебе, Боже, я думала, что наш Боулинг не пользуется популярностью, будет закрыт. Ах, как хорошо мальчик ударил, молоденький, маленький. Слушайте, друзья, просто, я просто рада. Это я, вот, как, опять говорится, случайно зашла. А тут, видите, вот так вот и людей много. Это вот у них меню тут. Пивко. Здесь пивко не вижу. Сейчас посмотрим, потому что здесь в баре вроде у них пивко есть. Вот, видите. Вот тут всякое разное пиво, видите. Всякое разное. Даже вот это моё 1664. Сейчас что-нибудь возьмём. Классно, друзья. It's ok. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, не знаю, сейчас пиво взять мне или не стоит уже брать, чтобы тут посидеть. Вот, я взяла вот этот вот 1664. Два паунда вот такой стаканчик. Сейчас будем праздновать отъезд в отпуск. Ну, здесь довольно уютно. Сейчас усядусь и что-то вам ещё расскажу. Темновато, конечно, но посмотрим. Посмотрим. Ну, вот такие заведения, друзья мои. Они... Вот, я не знаю даже для кого. Для школьников. Или... Вот так это всё выглядит. Вполне себе нормально. Здесь экраны с этими показывают. Какие тут очки. Какие тут очки. Кто же забил. А вот. Ну, в баре людей никого нет. Фактически я одна. Сейчас попробую своё пиво. А ещё... О, вкусное, кстати. Пиво вкусное. Вкусное. Вы знаете, они здесь пиво пьют вот так вот поло. Они никогда ничем не... Никакой рыбкой. Никакими кальмарами сухими. Как вот мне нравится иногда. А ещё рыбка, помню, ёршик у нас была такая вяленая. Ой, вкуснота. А вот так вот, конечно. Пиво без рыбы, деньги на ветер, у нас говорили. А они не понимают. У них даже в барах, вот вы знаете, вот нет такого. Чтобы продавались какие-то вот такие вот солёненькие штучки, орешки или что. Бывает, бывает, но крайне редко. В пабах, в пабах, да, в пабах бывает. А вот если вот здесь вот такое, я пришла заведение. Ну, здесь вряд ли. А вот... Что ещё я хотела вам рассказать? Ну вот, как уже мы с вами выяснили, вкусы разные у всех. Вот они вот так предпочитают пиво пить. А ещё, вы знаете, я же уже вам говорила. Вот я взяла вот это пиво, это 1664. Это, по-моему, французское пиво. Вот если я не ошибаюсь. Что-то мне так подозрение. Вот. Ну, французское, немецкое пиво. Ну, немецкое ещё как-то, может быть, они пьют. А вот французское, я помню, когда мы с мужем приходили в паб, и он брал, как я говорила, всегда себе живое английское пиво. А я вот, видите, вот такая вот, мне что-то, если вот понравится, вот я как бы тоже вроде... Вот я вот это 1664 пила. Ну, редко по чуть-чуть снимутся компанию. И он мне говорит, я не представляю, как ты можешь пить это пиво, потому что оно, во-первых, холодное из холодильника. То есть оно теряет уже весь вкус свой. Пиво должно быть тёплым. Представляете? Ну, и потом, я говорю, боже, так ты попробуй, оно же вкусное. Нет, 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 пиво должно быть тёплым, а должно играть. Вот тогда только оно, в общем, даёт какой-то эффект. Ну, в смысле, healthy health. Для здоровья. Ну, и потом ещё подскажу вам по секрету. Вы знаете, они же англичане, они же не любят французов. Ну, вот у них такая вот давным-давно... Ой, смотрите, он полностью все сбил. Браво, браво, брависсимо. Все фишки сбил. Вот прямо-прямо, если отмотать назад вот этот с бородой. Мужчина. А вот. Ну, и у них вот это, понимаете, вот это постоянное... Постоянные войны между Англией и Францией. Вот этот канал их любимый, который они поделить не могут. То ли это Ла-Манш, то ли это English Channel. Ну, опять же, имеет бедные два названия. Вот, ну, в общем, это всё-таки маленькие нюансы. Это мы никому не скажем. Слушайте, они классно играют. Прямо сбивают почти всё. И даже вот девушка сбила сейчас красиво, хорошо. Интересно наблюдать. Что-то мне кажется, что не очень резко у меня съёмочка идёт на экране, друзья. Мне будет очень жаль. Если не очень вам будет видно это всё. Потому что здесь, в общем, интересно. А, может быть, ещё и шумно. Вы не услышите. Но я стараюсь говорить в самый микрофон. Вот так вот, друзья. Вот сейчас посмотрела на эту женщину с маленьким ребёночком. Вот она, видите. И знаете, что вспомнила? Вот такой ещё интересный, интересная такая вещь, деталь, может быть. Что в Англии нет детских домов. Друзья мои, вы знаете об этом? Вот нет в Англии детских домов. Вот у них, понимаете, детей разбирают. Называется адопт. Вот усыновление детей. По-английски называется адопт. И это очень-очень распространённое явление. Вот я вот знаю даже несколько. Не очень много у меня англичан знакомых. Но я знаю несколько, даже несколько пар, несколько семей. У которых вот адопт дети. Есть свои дети и есть ещё вот усыновлённые дети. Вот. И даже, в частности, знаю одну семью. У которой трое адопт усыновлённых детей. Вот они хотели взять одного ребёночка. А потом, когда пришли, оказалось, там семья неблагополучная. И вот у них пьяница мать, отца вообще нет. Такое здесь тоже бывает. И вот они, трое детей. Ну, не сказать, что младенцы. Вы знаете, вот здесь такого, кстати, тоже нет. Чтобы младенцев бросали или младенцев изыновляли. Я не знаю, я не видела. Может быть и есть, но я не видела и не слышала. А вот этот адопт, именно происходит, он происходит уже, когда детки уже довольно-таки взрослые. Ну, как сказать, взрослые. Вот полтора годика. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. Вот такой вот возраст. В основном вот детей берут в семьи. Приёмные. И вот у неё, у этой женщины было трое детей. Два мальчика и девочка. Когда они их взяли, старшему мальчику было семь. Девочка средняя, ей было пять. И маленький мальчик совсем, ему было полтора годика. И вот они их в этом возрасте взяли. Воспитывали как своих. В общем, замечательно. Своих не было, конечно, детей никогда. Ну, и, может быть, потом вернусь по поводу этой семьи, рассказать, чем закончилось. А я хотела, в общем, не об этом. Я хотела именно сказать то, что вот у них тоже социальные вот эти вот все службы. Они очень следят, мало ли, за неблагополучными семьями, понимаете. Вот если неблагополучная какая-то семья, родители наркоманы, или безработные, или вот пьяницы. Такое бывает, к сожалению. И у них дети, значит, их сразу ставят на карандаш, на учет, и за ними смотрят и следят. И, значит, вот, если уже совсем они, как бы, выходят за рамки приличного, то у них сразу находится какая-то, значит, помогают им найти какую-то семью, помогают деткам, и деток забирают в другую семью. И, значит, вот есть только такие, как бы, пансионаты. Они как такой пункт временного содержания детишек. Вот такое вот у них есть вот эти пансионаты. Может быть, где-то месяц, вот, не знаю, до полугода, может быть, детки там у них находятся, а потом их все-таки разбирают. А вообще детских домов, таких, как у нас, товарищи, домов малюток, вот таких вот младенцев, брошенных детей. О, Боже, сохрани, Боже, сохрани. У них здесь нет, конечно, они, ну, вот, не допустят такого. Вот, друзья, пожалуй, все. Я свое пиво уже выпила. Я думаю, что я вам уже рассказала кое-какую информацию, показала кое-что. И думаю, что на этом мы с вами на сегодня. Я свою съемочку закончу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Пока-пока.